Мальчиковый альц с густой тембральной окраской. Светлана Ивановна и Ярослав поют вместе уже больше двух лет. Он занимается в студии эстрадного пения вокализ. Она ей руководит. И вот первый серьезный результат кропотливого труда. На прошлой неделе Ярослав завоевал гран-при международного детского и юношеского конкурса «Мы вместе! Голоса Олимпа». Мероприятие проходило в Сочи. Давайте уже закончим эту игру. Один балл. Тюрютикова Мария. Два балла. Назарян Карен. Три балла. У Жакова Александра. И гран-при! С абсолютным результатом 16 баллов получает Ярослав Минихов. Друзья, это было честное, тайное голосование. Поздравляем! Поехали туда. Но в основном отдохнуть и поучаствовать в этом конкурсе. Раз появилась возможность поехать в Сочи. И мы даже не гнались там за результатом, за первым местом или таким неожиданным тоже результатом от гран-при. Более чем поддыхать. Но я там нашел, конечно, много новых друзей и подобрал себе новые песни. Конкурс основан в 2008 году детским композитором Александром Ермоловым. Всегда собирает сотни участников, известных в музыкальном мире. Например, в этом году выступали ребята из проекта Первого канала «Голос дети». 12-летний Ярослав поехал на конкурс с по-настоящему взрослым материалом. С песней Муслима Магомаева «Герои спорта» и Владимира Высоцкого «Я, я, к истребитель». Замахнуться на Высоцкого решились не сразу. Спеть от лица человека, прожившего войну, под силу не каждому взрослому. Сомнения у педагога были ровно до тех пор, пока она не увидела в глазах ученика искренность и понимание материала. Может быть, знаете, что я так думаю, нам помогло? Мальчишки, они же всегда любят войну, они же всегда танки, солдатики. Может быть, он почувствовал себя, вот почему у него получилась такая сложная песня. Взрослые не берутся иногда за такой материал. Может быть, мальчишка, вот он поиграл в войну, представил этот вот, может быть, як, этот самолет летящий вперед, может быть, к своей гибели. Поэтому, может быть, так у него и получилось. Удивительно. Хорошо. Удивительно, но пение для Ярослава больше хобби. Мечта будущей профессии связана с другой стезей, тоже творческой. Я вообще хочу стать актером, киноактером. И, конечно, вокал оставлю как свое хобби, но, тем не менее, думаю, что она, что вокал может дать много шансов в своей жизни. Он может очень пригодиться, конечно. Также, конечно, так как мне нравится петь, я думаю, что это дело не брошу. Я буду это продолжать. И, может быть, все-таки, кто знает, что будет в будущем, может быть, все-таки моя профессия будет связана с вокалом. Подарком для обладателя Гран-при стал сертификат на бесплатное участие в следующем конкурсе «Мы вместе», который пройдет в феврале в Санкт-Петербурге. Правда, Ярослав хотел сделать небольшой перерыв в пене. Голос ломается, и заниматься вокалом в этот период не рекомендуется. Но господин случай распорядился иначе. Пора распеваться перед следующим фестивалем.